морковь по-корейски что мне для этого понадобится зира чеснок 1 головка чили перец горошковый перец соль растительное масло морковь мы очищаем морковь если очень большая делим на две половины если не очень большая вставляем в таком же положении морковь нужно шинковать в мире длины чтобы они не были короткими тогда ваш салат будет выглядеть эстетично и красиво если у вас остался маленький брусочек моркови оставьте его он пригодится потом для супа для поджарки чтобы салат выглядел эстетично и красиво здесь должны быть более-менее длинные стружки вот такие я нашинковала морковь у меня здесь объем ровно килограмм остатки я оставлю не пригодятся на супы на поджарку значит на этот объем не понадобится почти чайная ложка соли на самом деле соль всегда разная смотрите и добавляйте соль по вкусу смотря какой у вас будет объем моркови немного добавлю перца и по вкусу добавляйте красный перец как вы любите острая не острая но головка чеснока обязательно и 1 4 часть зиры я проведу через ступу надо укладывать на самом деле на самое дно и потом прикрыть шапкой морковь а потом ошпарить маслом масло расход потребуется 30-40 грамм миллиграмм выжали чеснок добавим неполную чайную ложку добавим зиру черный горошковый черный перец и чайную ложку острого перца теперь закрываем все и и раскаленным маслом зальем морковь масло должно дать небольшой дымок масло растительное можете употреблять любое но лучше холодного джима смотрите мы ошпариваем маслом морковь и потом тщательно перемешиваем перемешиваем таким образом чтобы правильно распределился чеснок соль и перец мои дорогие ваш салат готов он очень полезный он почти свежий немножко острый запахом чесночка он в принципе очень вкусный при этом поставьте его в холодильнике когда вы кушаете можете употреблять его это мое видение корейского морковного салата также можете как бы дома иметь два салата морковных то есть меняется вкус для этого я всегда держу готовый соус как на капусту провансаль слегка наливаете и вкус резко меняется моя семья любит когда хочет один вкус когда хочет 2